Этот четырехквартирный дом готов на 90%. Для его сдачи в эксплуатацию осталось сделать внутреннюю отделку и привести в порядок придомовую территорию. Небольшой объем работы и большая архангельская компания «Бизнес-строй», которая вызвалась возводить здание на острове, выполнять отказывается. На связь с заказчиком за полярным районом не выходит, зарплату строителям не выдает. Последние покинули недострой в начале октября. Сидеть без денег и неопределенных планов работодателя не было сил. Здесь было шесть человек монтажников, пять человек именно здесь на доме. Они раньше улетели. Мы тоже сидели, сидели, ни денег, ни кушать, ничего. Улетели. А монтажники уже улетели с 4-го числа. 4 октября вертали. Тоже, да. Деньги искали, ходили. Ну, в общем, так. Но проплатили им, походу, делали. Проплатили там. Сархангельск. Да. О сроках сдачи говорить даже не приходится. Отметить новоселье четыре семьи должны были еще летом. Недавно на остров прилетала комиссия. Окружное и районное управление строительства и ЖКХ осмотрели дом и еще один объект бизнес-строя – школу-сад на 80 мест. С ним ситуация обстоит еще печальнее. Вместо готового сооружения, которое, согласно договору, должно было возвышаться в центре поселка, уже в июле стоит металлический каркас. И к его установке уже есть претензии. На строительство такого необходимого поселку здания округ выделил существенную сумму – 154 миллиона рублей. Решение комиссии по этим стройкам однозначное. Смена подрядчика. В рамках действующего законодательства Заполярный район будет инициировать процедуру расторжения с компанией «Бизнес-строй» процедуру расторжения контракта. Соответственно, выполнение работ по завершении этих объектов будем планировать уже снова подрядной организацией. Чтобы таких казусов больше не случалось, сегодня в округе прошел ряд изменений в сфере мониторинга качества строительных работ. Со следующего года эти полномочия будут переданы Государственной инспекции строительного и жилищного надзора. Сотрудники инспекции будут осуществлять мониторинг качества строительства объектов, финансируемых за счет округа. Мы планируем осуществлять комплексный сбор информации, ее актуализацию еженедельную. Будет проводиться анализ всей поступившей от всех заказчиков, но в первую ныря это будет один заказчик, централизованный второй заказчик. После этого будут материалы отправляться в адрес заказчиков для принятия оперативных мер по отношению к подрядчику и в случае необходимости в правоохранительные органы. Они же будут контактировать с главами поселений. В случае обнаружения проблемных объектов смогут выезжать в населенные пункты. Сам же строительный контроль останется в ведомстве заказчика. Администрация региона надеется, что единый реестр строек и централизованная схема заказа поможет забыть уже прижившееся в народе слово «долгострой».